Здравствуйте, в эфире программа «Сделанная в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, что сегодня третий по счету выпуск этой передачи, если можно так выразиться. И для тех, кто еще не в курсе, что за программа, инициатором создания этой программы выступила компания «Вятич». Мы, безусловно, поддержали эту идею, потому что на протяжении долгого времени уже существует наша викторина, история создания, в рамках которой мы к тем или иным моментам вятской истории обращаемся. Ну, а здесь у нас в рамках этой программы «Сделанная в Вятке» есть прекрасная возможность в таком расширенном и продолжительном формате поговорить о тех или иных вещах. В первую очередь мы, безусловно, говорим о каких-то достижениях, прорывных моментах, которые были в вятской истории. В первую очередь нас интересует история предпринимательства. И еще огромное спасибо хочу сказать нашему гостю и ведущему этой передачи. Это Михаил Судовиков, директор Кировского областного краеведческого музея, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета. Михаил Сергеевич, сегодня в нашей студии снова. Добрый день. Спасибо, да. Последний двухнедельный давности выпуск передачи «Сделанная в Вятке» был посвящен вятскому предпринимательству в 14-м и, так, подождите, в 15-м и 16-м все-таки в веках. Да, я отсутствовал по уважительной причине, был просто-напросто отпуск. И мы сегодня продолжаем наш разговор о вятском предпринимательстве. И сегодня у нас тема сосредоточена на 17-м веке. Давайте, Михаил Сергеевич, подведем небольшую черту, итог прошлой передачи. Вятские предприниматели с каким багажом подошли к 17-му веку? С багажом уже очень большим, поскольку мы говорили о том, что в конце 16-го века Вятка стала по-настоящему такой пограничной территорией. И многие вятские продукты, вот в частности хлеб, возились в Сибирь для снабжения продовольствия той территории, которая постепенно входила в состав российского государства, начиная с правления Ивана IV. Ну и кроме того, мы говорили о том, что в конце 16-го века был основан Архангельский порт. Вот, и потихоньку вятские купцы налаживали новое направление своей торгово-предпринимательской деятельности, которая в последующее время, в том числе в 17-м веке, о котором мы сегодня с вами и поведем разговор, стала основным направлением. Вот, и 17-й век очень интересен, очень интересен в плане развития предпринимательской деятельности, потому что в 17-м веке начинается развитие всероссийского рынка. Вот, и это очень был важный момент, потому что чисто политически государство России существовало, начиная с Ивана III, который объединил русские земли, но не было экономического единства земель. Ну, в силу процветания натурального хозяйства, ну, каждая территория, которая вошла в состав московского государства, она была, ну, таким своеобразным замкнутым хозяйственным механизмом. И вот, как раз всероссийский рынок, который развивался в России в 17-м веке, он развивался и дальше, и в 18-м, и в 19-м, понятно, но вот начало всероссийского рынка было связано в 17-м веке, и это был период, когда укреплялись контакты между регионами. Когда купцы из одного региона стали перевозить свой товар в другой. Ну, не абы какой товар, а тот, который будет востребован. Да, тот, которого нет. И тот товар, да, который производился вот в той местности, откуда происходил сам купец. И начинается такой вот товар, обмен между различными территориями. И то, что вятские купцы были втянуты вот в этот всероссийский рынок, романный, на то есть множество подтверждений. А что отправной точкой послужило? Или это масса каких-то предпосылок? А это масса, масса предпосылок. Ну, понятно, политическое линия, понятно. Да, и политически Россия выходила из смутного времени, нужно было налаживать экономику. Ну, потихоньку увеличивалась численность населения. Вот, ну, развивалось производство, солепромышленность в частности, да. Вот, и постепенно оформлялся центр всероссийского рынка, Москва. Ну, и надо сказать, что политика правительства еще способствовала развитию всероссийского рынка. Вот, и вот масса этих факторов, в общем-то, сводилась к тому, что постепенно всероссийский рынок развивался. И самое-то главное, в чем еще заключается, в том, что в различных регионах стали появляться ярмарки, которые носили общероссийский характер. Особенность в Яцкой земле заключалась в том, что у нас появилось сразу две ярмарки. Одна была Семеновская, которая возникла в начале 17 века, в 1607 году. Вот, проводилась в Семенов день. И вторая ярмарка Алексеевская, она появилась в середине 17 века в городе Котельничо. А Семеновская, соответственно, в нашем городе. Да, Семеновская работала в городе Хлынове. И на этих ярмарках можно было тоже встретить купцов из разных регионов, из Вологды, из Казани. И московские купцы приезжали, к примеру, на Алексеевскую ярмарку. И ярко таким образом втягивалось постепенно в состояние развитой торговли. Ну, основной или единственный путь, по которому прибывали в Новокурце из других регионов, это все-таки речной путь, да? Это речной путь. И Хлынов, и Котельничо стоят на реке Вятке, напомню. На реке Вятке, но в то же время начинается оформление и шоссейных дорог, да? То есть вот формируется и Великий Сибирский путь, потому что Сибирь была присоединена, и в Сибирь начинаются уже и перевозки по дорогам. Поэтому, ну, 17 век, он интересен с точки зрения развития транспорта, да? Ну, конечно же, основными артериями были водные пути, это и более быстрый был путь. Вот, и в Архангельский порт Вечане ехали и везли свои товары по малым северным рекам, которые впадали в северную длину. По речным магистралям вятские товары, вот вятский хлеб попадал в Архангельский. Что привозили к нам купцы из других регионов? Из других регионов? Какие товары пользовались фросом? Ну, везли продукты и продукцию, связанную с сельским хозяйством, то, что у нас не производилось. То, что у нас не производилось... Это орудие труда? Это и, да, орудие труда. Ну, в 17 веке развивается еще бюрократия, вот нужна была бумага, например. И поэтому из Москвы и из Нижегородской ярмарки, тогда эта ярмарка была еще не в Нижнем Новгороде, а у стен Макаревского монастыря, поэтому это была Макаревская ярмарка. Позже она перебралась в Нижний Новгород, везли бумагу, везли бумагу, вот, везли украшения. Ну, вот, 17 век еще интересен тем, что в этот период начинает развиваться торговля с Китаем. После заключения Нерчинского договора в 1689 году и на вязке рынок, в том числе, и хлынули восточные товары. Если раньше они привозились в основном из Астрахани, то во второй половине 17 века они привозились уже и со стороны Китая. И это были ткани, шелковые ткани. Первое, что приходит на ум, конечно, шелк. Это был китайский фарфор, вот, и, ну, были другие какие-то тоже товары, вот, а в Китай из вятки везлась пушлина, переправлялся хлеб, вот, и 17 век интересен еще тем, что мы точно можем говорить уже о тех куцах, о, называть имена и фамилии вот этих людей. Персонали появились, которые заслуживают внимания. Да, которые заслуживают внимания. Ну, это благодаря тому, что сохранились и таможенные книги, в 17 веке существовали таможни на границах и городов, и, ну, административных территорий, вот, и среди крупных купцов были купцы рязанцевые, дальше купцы болезенные. И вот мы начали говорить о торговле с Китаем. Здесь очень яркой личностью, личностью общероссийского масштаба был Спиридон Яковлевич Лянгусов, торговый человек гостиной сотни. Чуть-чуть позже я расскажу, что... Да, можно прямо сейчас сказать, ну, это... А давайте просто о Лянгусове... Хорошо, да. Да, немножко расскажу. Его путь. А затем вот мы поговорим о том, какие были разряды купцов, да, на какие вот они делились группы. Вот, Спиридон Яковлевич Лянгусов был уроженцем города Хлынова. Известно, что проживал он в монастырской Слободке, ну, очевидно, где-то поблизости Успенского Трифонового монастыря. Вот, и первоначально он занимался, ну, такой, незначительной торговлей. Он родился в купеческой семье? Он родился в предпринимательской и купеческой семье. Ну, понятие купец вот в 17 веке, как таково, еще не существовало. Купцов называли торговыми людьми. Вот, а купцами вот в 17 веке, если мы посмотрим документы, например, соборные вложения, мы увидим, что купцами называли и покупателей. Вот, и одновременно торговых людей. Поэтому само понятие купец, оно утвердилось вот в том толковании, которое мы вкладываем сейчас только в веки Екатерины, в веки в 17, да. А в 17 веке это были торговые люди, и вот таковым относился Спиридон Яковлевич Лянгусов, вот, у которого была большая семья, вот, и торговал он вместе со своими братьями. Вообще, вы знаете, на Вятке торговали совместным капиталом. Как правило, капитал не делили после смерти отца между сыновьями, и, ну, это придавало определенную устойчивость. А в чем хранился этот капитал? Какое он выражение имел? А он имел и денежное выражение, традиционное. Ну, и в то же время, ну, деньги переводили в товары. Это был товар, и купцы совместно занимались скупкой вот этого товара у крестьянского населения, ну, и затем вместе занимались избытом товара. Не добились вот так по семьям, да, по отдельным, а торговали, ну, понятие торговый дом утвердилось окончательно в законодательстве только в веке 19-м, но, в сути дела, вот уже в веке 17-м были такие семейные торговые дома. И как раз вот семья Лянгусовых, это яркий пример такого вот семейного торгового дома. А смысл этого торгового дома? Ну, торговать в одиночку было невозможно, потому что в 17-м веке появляется уже и конкуренция. Вот, ну, и потом перевозить товар было очень опасно, очень сложно, и... Разбойники существовали? Существовали разбойники, вот, и, ну, понятно, что семейный капитал, когда в семье там несколько братьев, они обеспечивали вместе и сохранность товара. Ну, кроме того, вот те же Лянгусовы известны тем, что они привлекали для своих товаров, для перевозки своих товаров наемную рабочую силу. Вот, и, знаете, вот, когда речь идет о... Сдавайте полуфы на рабочие места, можно сказать, да? О наемных рабочих, это уже признаки капитализма, да? И вот как раз ростки капиталистического развития на Вятке, они просматривались в 17-м веке. Вот, а Спридон Яковлевич Лянгусов, он был совсем известным на царском дворе, потому что правительство, ну, тогда было двое царствия, Иван и Петра Алексеевича, и Петр Алексеевича, это Петр Первый, да? Вот, оставили Лянгусова руководителей казенного торгового каравана. И Лянгусов в Китай ездил неоднократно, как руководитель торгового каравана. И, понятное дело, что в Китае он перевозил и свои товары, вот, и в Китае он также вез казенный товар, царский домарь. Как Спиридон сумел пройти-то такой путь, подняться, что способствовало этому? Ну, способствовали личные качества, поскольку Москва была центром всероссийского рынка, то он был известен, очевидно, своими крупными партиями товара Вятского, который поставлял, в том числе и в Москву. Это хлеб, конечно, да? Ну, это хлеб, да, это хлеб, вот. И, ну, поскольку Вятка была, ну, собственно говоря, вот такой еще окраинной, да, вот, хотя и Сибирь развивалась, но, тем не менее, все равно это окраинная земля, то, ну, посчитали, что Вятка ближе к Китае, да, вот, и... Чем Москва. Чем Москва. Согласен, да. Вот, и, ну, соответственно, вот, Вятский купец может встать во главе такого каравана. Вот, а торговые люди выполняли еще и функции дипломатические, да, поэтому, ну, нет пока документов, но с Китаем отношения только налаживались. Вполне возможно, что Спиридон Яковлевич Лендесов возил и какие-то царские грамоты. Китайского императора. То, что привозилось из Китая, да, вы сказали, ткани, шелковые, фарфоры, ведь это все было для людей богатых, для избранных. Ну, да, да, и в Вятском крае как раз вот в XVIII веке шел период становления и будущего купичества, вот, имеются такие вот сведения, ну, где-то в 1720-е годы в Вятке было 9 дворов, купцов, гостинной и суконной сотен. Ну, и вот сейчас мы как раз с вами подошли к тем группам привилегированного купечества, которые вот существовали в XVII веке. Ну, вот элита купечества называлась гостями. Гости проживали, как правило, в самых крупных городах. Это в Москве и в Ярославле. Ну, и в других крупных торговых городах, там, в Нижнем Новгороде, например. Ну, слово гость, как-то в современном русском языке, оно не ассоциируется. Почему именно так? Почему гость? Потому что, ну, купцы вели разъезжую жизнь. Они перемещались из одного города к другой. И даже дома они гостяли. И они были гостями. Ну, традиция вот этого слова, этимология, слово идёт ещё с периода вот феодальной раздробленности. Вот Садко богатый гость, да. Садко был купцом известным, да. И вот понятие гость – это традиционное наименование предпринимателей. То есть, это исконно вот такое историческое название купцов. Вот. На Вятке проживали торговые люди гостиной и сутконной сотен. Ну, самая привигрованная группа – это торговые люди гостиной сотни. Они получали индивидуальную жалобную грамоту. Ну, например, вот один из представителей рода Рязанцевых имел такую жалобную грамоту от Ивана Алексеевича. Вот. И в этой грамоте были прописаны индивидуальные привилегии. В чём они заключались? Они заключались в том, что предприниматели получали право овладеть вотчинами, ну, то есть имели земли. И династия купцов Рязанцевых имела земли близ села Красного. Это вот по дороге в Нововятске, современной близости от города. Ну, и также Рязанцевые стали покупать, стали получать от правительства земли. Ну, и тоже приобретали эти земли по реке Чепце. По реке Чепце. Вот. Ну, кроме того, торговые люди, где гостиные сотни, освобождались от налогов государственных. И... Да, были и другие привилегии. Понятное дело, что попасть в эту категорию было очень почётно. Очень почётно. Ну, и всё это, в общем-то, в конечном итоге способствовало развитию предпринимательства и сдерживало предпринимательства. А по возрасту вот этой гостиные сотни, это в основном уже такие пожилые торговые люди или не обязательно мог и молодой сравнительный участок попасть? Не обязательно могли быть люди среднего возраста. Это вот в документах первое упоминание о торговых людях гостиные сотни относится к 20-м годам 17-го века. Вот. И как раз вот представители рода Рязанцевых, там, Ляновцевых становится. Ну, в основном это были купцы 30-летнего, 40-летнего возраста, но это средний возраст. Ну, и надо, наверное, всё-таки учесть, что продолжительность жизни была... Да, продолжительность жизни была небольшая, но в то же время были люди, старцы, пожилые. Ну, например, вот одна из переписей отмечает, что там где-то в начале уже 18-го века, спириду на Векове Чулианбусном 60-летний, то есть, вот. Ну, по современному меркам, выход, ну, не всё, да? Да. Мощи. Как между собой контактировали предпринимательское сообщество? Известно ли каких, не знаю, интригах? Ну, конкуренция, вы сказали, да? Конкуренция, безусловно, была, но вот какие-то выпиющие случаи, нет, когда... Ну, в выпиющих случаях в 17-м веке не прослеживаются по документам, вот. Ну, в то же время вязка земля была очень большая, поэтому, я думаю, что вот те 9 дворов богатых людей, да, богатых предпринимателей, ну, находили общий язык друг с другом. Ну, и, кроме того, в 19-м веке, вернее, в 17-м веке многие семьи, ну, уже просто роднились, и, вот, и, поэтому... Куп сын, тут дочь, как нам нужен, да? Да, да, и вот, вятские купцы, там, Рязанцевы, Лянгусовы, Машковцевы, ну, в том или ином колене, они, безусловно, пересекались. Так, не было на это табу? Нет, 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 табу не было, вот, и не было, не было никакой в то же время и монополии, да. Вот были, конечно, определенные кланы, но в то же время в документах не прослеживаются какие-то споры между купцами, ну, по крайней мере, ревятскими, да, то есть здесь вот, здесь всем хватало места, да, под солнцем, они все могли спокойно заниматься на предпринимательской обительности, тем более регион-то очень был большой. Суконная сотня, да? Да, Суконная сотня, ну, это были те предприниматели, которые имели поменьше привилегий, и если торговые люди, власти, сотни, да, могли выезжать за границу для торговли, то Суконная сотня в основном торговала в пределах России, вот, то есть... говли и втыканью, московские купцы. Эта терминология идет из Москвы, это были... Ну, это было московское отделение купцов, да, и, соответственно, вьянские купцы, они входили вот в эти сотни, да, в московские, хотя проживали здесь у себя, в Хлынове. Ну, и капитал, да, у них был значительно поменьше, чем у купцов той самой гостевой сотни? Ну, да, у Суконной сотни, конечно, тут и размах был поменьше, и капитал был поменьше, вот, ну, нередки были переходы торговых людей из Суконной сотни в гостевую сотню, то есть в 17 веке можно было... А обратно? Спокойно... Чуть-чуть пониже, там... Ну, чуть пониже, чуть пониже, честно говоря, по документам тоже в таких случаях не прослеживалось, ну, либо выходили вообще вот из этих сотен, если происходило там разорение, еще что-то, вот, ну, ниже уже не спускались. Хотя, ну, в дальнейшем, в 18 веке можно было переходить из первой киркии во вторую, там капитал облигался ежегодно. Ну, что касается торговых людей в гостини, там, Суконной сотни, то здесь не надо было каждый год получать документы, достаточно было вот получить жалобную грамоту от царя, и в этой грамоте на таком пожизненном условии прописаны все те привилегии, да, которые получали торговые люди. Знаете, хочу вам сейчас, Михаил Сергеевич, провести параллель с современностью. В машине не бытует мнение о том, что предпринимательством успешно заниматься нельзя, если ты, ну, так скажем, не из предпринимательской семьи. Вот если ты никто, простой работяга, ты не сможешь выпиться, да, в успешных бизнесменов. А как тогда? Тогда, вот вы знаете, если посмотреть на фамилии предпринимателей, я здесь не говорю только о Вятском крае, а в целом это в общероссийском масштабе, то были, например, известны очень купцы в 17 веке, Баслия, Осколковы, Ревякины. И вот уже сами фамилии говорят о том, из каких, собственно говоря, групп населения выбивались в предприниматели и становились людьми зажиточными. Ну, Вятки шел в тот же самый процесс. Вот, вот 17 век, это век еще во многом знаковый, потому что оформлялось крепостное право, а в Вятке крепостное право имело свои особенности. У нас не было крепостного права в таком классическом варианте, да. Вот здесь жили в основном черносочные крестьяне, или государственные, которые были лично свободными. И у нас, почему вот предпринимательство развивалось очень широко, да, потому что, ну, были созданы определенные условия. Лично свободные люди могли заниматься... Сами распоряжаться своей собственной жизнью. Да, могли распоряжаться своей жизнью. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это программа, сделанная в Вятке, и мы беседуем в этой студии с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного краеведческого музея, доктором исторических наук, доценным заведующим кафедрой отечественной истории Вятского гуманитарного государственного университета. Продолжается программа, сделанная в Вятке. Сегодняшняя тема – это развитие предпринимательства в нашем регионе в 17 веке. Остается у нас не так много времени, чуть более 10 минут, и мы с Михаилом Сергеевичем Судовиковым несколько минут в конце оставим. Во-первых, расскажем о деятельности Кировского областного краеведческого музея, о том, что планировалось в ближайшее время, прямо уже сейчас. И, кроме того, у нас сегодня приготовлен еще небольшой сюрприз для наших слушателей. В конце программы я задам вам вопрос, и дозвонившись по номеру телефона 708-502, и ответив правильно этот вопрос, вы сможете получить два билета на завтрашний спектакль в Драматическом театре. Спектакль называется «Я солдат». Другой формат – это проект, независимый от театрального проекта. Опять-таки, Иван Шевелев, известный кировский актер, в четверг он был в нашей студии, рассказывал об этом спектакле. И вот спектакль состоится уже завтра. Отвечайте на вопрос, получайте два билета, но это чуть позже. А теперь мы хотим все-таки перейти еще в сторону благотворительности, потому что, по словам Михаила Сергеевича, 17 век – это то время, когда активно такое явление начало зарождаться у нас. Да, и в первую очередь зарождалась церковная благотворительность. Но люди верующие, безусловно. Люди были, да, религиозные, верующие. И в конце 17 века, благодаря поддержке пиадских предпринимателей, у нас строятся храмы. Причем некоторые храмы до нашего времени дошли. Например, был такой очень известный купец с озвучной фамилией, купеческой для того времени, гостев. И в конце 17 века его, ну, как тогда говорили, иждивением была построена Преображенская церковь женского монастыря. Это тот самый храм, который был недавно отреставрирован, и который у нас стоит на берегу реки Вятки. У него старая часть, доколокольня. И храм, по сути дела, сохранился вот в своем первоставном состоянии. И еще один, тоже очень интересный, такой благотворительный акт. В конце 17 века, в свое начало, идет династия Машковцевых. Подначальником этой династии был Гаврил Петрович Машковцев. Ну, Машковцев вообще такая популярная, да? У него такая фамилия. Он служил таможенным головой и был человеком тоже очень состоятельным. И тоже в конце 17 века, в 1698 году на его средства была построена Царево-Константиновская церковь. Каменная Царева-Константиновская церковь вместо деревянной церкви, которая стояла на этом месте. И сейчас у нас тоже Царево-Константиновская церковь, современная улица свободы церковь тоже сохранилась. Но та церковь, которая стоит сейчас, это уже переделанная церковь 19 века. Понятное дело, что шло время, расширялся приход, появлялись новые пределы, но в то же время Царево-Константиновская церковь помнит Гаврила Петровича Машкорцева, поскольку на его средства была построена первая каменная Царево-Константиновская церковь. И сам в дальнейшем Гаврил Петрович Машкорцев упокоился в ограде Царево-Константиновской церкви. Это его воля была? Это была его воля. Но и в 17 веке не было еще кладбища, не появились в правлении Екатерины II по плану регулярной застройки. И, как правило, прихожане захоранивались вблизь своего храма. И около каждого храма существовал боговство. И вот там, соответственно, упокаивались те люди, которые ходили в этот храм, которые жили на этой улице, которые способствовали тому, чтобы церковь существовала. А на что откратились вот эти жертвуемые деньги? Строительные материалы, да? Оплата работников. Строительный материал, да. А затем на оформление церкви? Конечно. Святыни, которые там... Иконостас, вот. И целый хозяйственный механизм, деньги были нужны. Вот. И потом некоторые купцы дарили, например, богатые иконы, там, в окладе, да. Вот. И всяческие церковь опекали. Купцы были еще церковными старостами. И в дальнейшем потомки Гаврила Петровича Машковцева служили церковными старостами. Ну, то есть занимались уже хозяйственной работой, связанной с церковью. Другие какие-то направления благотворительности? Ну, пока только церковная благотворительность. Применительно уже к следующему, в 18 веку, мы будем говорить о появлении первых богоугодных заведений, то есть богоделин для людей бедных. Вот. А в 17 веке, ну, бедные жили при церквях, вот, при монастырях, вот. И купцы в основном на свои деньги вкладывали в строительство храмов. Вот. Ну, и другие храмы тоже, в общем-то, не обходились без купеческого. А можно ли так вот говорить о том, что это благотворительная деятельность на строительстве храмов, она так широко афишировалась? Вот. Вот. Все благодарили, все знали, что данный купец строит это. Нет. Нет. Купцы не афишировали и в 17 веке, и в последующее время. Ну, в то же время, понятное дело, что жители вот прихода, улицы, города, если город был небольшой, знали своего благодетеля. Вот. Ну, и такие купцы пользовались, в общем-то, почётом. Почётом. Ну, и в то же время, здесь ведь можно говорить ещё и о христианстве, и о христианской этике, ну, накопление денег никогда не приветствовалось христианской этикой, и поэтому через благотворительность купцы во многом не искупали свои грехи. Вот. И один из мотивов пожертвований как раз заключался и в этом. История Вятки-Хлынова знает ведь немало пожаров ещё, да, в ходе которых горели церкви. И были такие случаи, когда пришлось снова тратить то, чтобы восстановить, построить новое... Германа первоначально была деревянная, и она сгорела в начале 80-х годов, 17 века, и как раз вот Гаврил Петрович Машков был тем человеком, который решил отстроить храм в камне, для того, чтобы он лучше сохранился. И, вот, знаете, 17 век, это был действительно век пожаров, и когда читаешь вот Хлыновские хроники за 17 век, ну просто иногда поражаешься масштабом пожаров. Ну, например, вот уже 80-е годы, 17 века, произошёл пожар во дворе дома Андрея Рязанцева. Вот. И в хронике написано, что вместе с этим домом сгорело ещё 37 домов в Хлынове. Вот. И такая статистика очень часто встречается. Поэтому, ну вот, где-то вот уже в это время купцы задумываются и о строительстве собственных каменных домов. А если я не ошибаюсь, гораздо ведь позже, да, вышло некое распоряжение, запрещающее строить те же церкви из дерева. Только каменные. Было? Да, это было уже в веке 18-го. 18-го. Да. Но в то же время, понимаете, в 17-м веке начинается ещё и какое-то вот такое соревнование между городами. Каждый купец пытался сделать свой город лучше, красивее. Ну и стали ездить, стали ездить много, там, ездить в тот же Хлыновские купцы, Нижний Новгород, Москву. Видели там московские кремли, ну и хотели как-то украсить свой город, да. И поэтому мы тоже стали об этом тоже задумываться. Ну что, на очереди у нас уже век 18-й, прям вплотную к нему подошли. Развитие будет принимать в Становятке. В 18-м веке это уже тема нашей следующей программы. И теперь остаётся у нас 3, буквально 4 минуты. Давайте я быстро задам вопрос. Я хочу разыграть два билета на завтрашний спектакль в драмтеатре «Я солдат, другой формат». Независимый театральный проект Ивана Шевелёва. Иван единственный актёр этого театра. Если вы слушали наш эфир в четверг, то вам не составит никакого труда ответить на этот вопрос. А вопрос следующий. Каким событием посвящён данный спектакль? Это постановка «Я солдат, другой формат». Звоните 708-502, правильно ответите первым, дозвонитесь, получите вот эти два замечательных билетика, которые я сейчас держу в руках. Как руководитель Кировского областного кровического музея вы теперь имеете полное право пригласить, вы в первую очередь хотите, да, Иван? Спасибо, да, Владимир. Я хочу пригласить кировчан, гостей нашего города, в дни романтики посетить наши музеи. Это и главное здание музея на улице Спасской 6, и Диораму, и музей Вятские народные художественные промыслы, приказную избу, и музей Грина, Салтыковича Грина, музей воинской славы. Мы завтра, 22 августа, проводим акцию. Все билеты в нашем музее будут стоить ровно 20 рублей по минимальной цене. А обычно они сколько стоят? Обычно посещение стоит для взрослого 120 рублей, 80 рублей стоит для всех остальных категорий. Прошу прощения, да, прерву у вас. Есть звонок, да, у нас? Алло. Алло, да, здравствуйте, как вас зовут? В Южной Осетии, да, вы имеете в виду? В Южной Осетии 2008 года, я бы так продолжаю, да. Да, конечно, безусловно, Владимир, поздравляю, два билета ваши, пожалуйста, не кладите трубку, наш редактор вам объяснит, куда подойти для того, чтобы эти билеты получить. Ведь, напомню, что, да, спектакль называется «Я солдат. Другой формат» силами независимого театрального проекта Ивана Шевелева. Сделана эта постановка завтра в Драматическом театре. В 19 часов начало. Так, вы не успеете еще. Да, я не успел сказать, а в воскресенье можно будет бесплатно посетить музей Александра Степановича Грина. Исполняется 35 лет музею, и в эти дни мы отмечаем 135 лет со дня рождения Александра Степановича Грина. Поэтому я приглашаю в «Дни романтики» посетить в субботу за 20 рублей все наши музеи, которые входят в объединение Краевического музея. А в воскресенье я приглашаю всех в музей Александра Степановича Грина. Давайте еще график работы. Выходные, да. Поскольку открываются? Музей открывается с 10 часов, с 10 до 18. С 10 до 18. Да, мы вас ждем. Ну что, спасибо большое. Завершаем нашу передачу, сделанную в Вятке. Благодарю Михаила Сергеевича Судовикова, доктора, директора, простите, Кировского областного правительского музея, доктора исторических наук, доцента, заведующего кафедрой отечественной истории в ВятГГУ. Ну что, до встречи уже через две недели, в пятницу. До встречи всем. И продолжим разговоры нашего предпринимателя в Вятске уже в 18 веке. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.